Я рад приветствовать всех на этом канале, с вами снова я, Уйки, и это игра DarkRise. Собственно, немножко она уже подпортила у меня жизнь, потому что не хотела очень долго запускаться, какие-то проблемы были с подключением к плей-играм, с тем-тем-тем, короче, задолбало, она у меня уже на старте. Это я еще даже не начал играть, что будет дальше, неизвестно. Ладно, как мы открываем игру, нам предлагают на выбор три класса, это лучник, воин, маг. Я даже не знаю, кого выбрать, в принципе, давайте, 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 попробуем начать, я не знаю, давайте попробуем с мага начать. Возможно, возможно, если будет такая возможность поменять персонажа, то мы это сделаем, но пока что попробуем, пожалуйста. Так, высокие статы, что-то там было написано, так, у нас есть навыки, мы туда не можем пройти? Нет, жаль. Так, мана, здоровье, понятно, лодка. Мы не утонем. Да, кстати, я хотел же в настройки сначала забежать. Статы, умения, пассивные умения. Слушайте, неплохо, неплохо. Да, мы не утонем. Ну, давайте тогда загоняем сюда, посмотрим, тут вроде какая-то комната есть. А, нет, кстати, мы можем утонуть спокойно. Смотрите. Вот, все, здоровье пошло. Конечно, немного неудобно. Подожди, стоп. Всплыви. Нужно воздухом дышаться. Так, кстати, уровень первый, ладно, неплохо. Немного неудобная кнопка управления, в плане того, что она слишком далеко расположена от края экрана. Немножко меня это напрягает. У нас, кстати, пассивное умение, которое, в принципе, нас хилит. Либо мы что-то подобрали хилище. И, в принципе, мы здоровье не теряем. Это прекрасно, потому что можем плавать просто до бесконечности. Опа, какой-то волшебный гриб. Что ты даешь? Подобрать. Потом посмотрим, что это. И, собственно, сундук. Да, я понимаю, что это немножко читерно, в плане того, что мы бессмертны под водой. Но, с другой стороны, мы играем за мага. Какого хрена мы должны быть не бессмертными, верно? Верно. Так, немножко, немножко слегка неудобно то, что подбор предметов находится... Находится... Тут, где прожимание навыков, потому что в какой-то момент мы можем случайно просто активировать навык, вместо того, чтобы собрать что-либо. Так, тут ничего, но тут есть враги. Странно довольно, потому что назад мы не могли пройти. Ну да ладно. Давайте, кстати, посмотрим, что мы подобрали. Мухомор. Необычный предмет и вообще защита длительность 600 секунд. Понятно, это какая-то хрень. Сапфир, ладно, неважно. Эффект скорости продвижения, длительность 900 секунд. Понятно. Необычный предмет. Прочность, шанс блока, сила блока. Но это, скорее всего, это не для нас. Это для... Как их называют? Воины, лучники. Ну, короче, это не наша броня. Мы носим какую-нибудь тканевую хрень, типа туники и прочего. А это у нас получается... Странно, сейчас мы можем налево идти, до этого не могли. Кстати, у нас здоровье повысилось. Мы опнули уровень и повысилось здоровье. Это прекрасно. Насколько я знаю, это вроде как рогалик. То есть, в принципе, тут... Опа. А вот это, кстати, у меня уже ману требует. Хорошо, я вас услышал. Что оно делает, неизвестно. Какой-то неясный посох. Какая-то броня еще. Я надеюсь, тут есть торгаш, которым мы сможем толкнуть это все. Да, это хрень, короче, просто откидывает и наносит противникам... Наносит противникам урон. Так, что это? Обычный предмет? Вот хреново, что не подписано, что это за обычный предмет. Тебя можно, кстати, вообще... Да, тебя можно надеть. Слушайте, а может, тогда... Так, это колчан. Тебя можно? Подожди, уйди. И ты уйди. Да, тебя можно надеть. А вот тебя, да. Прекрасно. Кстати, это очень удобно, потому что мы можем сравнивать статы. Шанс блока, сила блока. Ну, хорошо, пускай это зеленое остается, потому что синее, ну, такое себе. Урон. Ножик. Ну, ладно, окей. Мы, как маги, конечно, можем наносить какие-нибудь ритуальные ножики и все такое, нихера себе. Ты что, блядь, ультуешь такое страшное? Щит. Ну, щит это точно не для нас, это уже скорее для воинов. Город на холме, мирная местность, уровень 0. Так, ну давайте пройдемся назад, вперед. Посмотрим, что у нас впереди, потому что... Ну, тут понятно, а вот впереди уже нихрена не понятно. Но на данный момент мне прям пока что заходит игра. Кстати, мы обнули шестой уровень и у нас открылось новое умение. Еще бы знать, когда эти умения открываются. А, тут нету прохода, жаль, очень жаль. Так, это какой-то лист. Да, прекрасно. Блин, мне даже интересно стало поиграть, какие тут пассивные умения. Давайте тогда пойдем в город. Посмотрим, что у нас там. А, ты что, зубами не зацепился? Ну, блин. Какой-то ты слабенький мах. Двойного прыжка нету. Давайте посмотрим, что это. Отражение урона. Ну, понятно, это, короче, как сказать-то. Хрень, которую можно похавать. Сапфир. Так, ну, сапфир, скорее всего, вставляется в оружие. Так, это давай сюда пока перенесем. Ты что? Обычный голубой предмет. Окей, вместо кольца пойдет. Это что, необычный предмет? Там обычно, а это необычный. Ну, хорошо. Блин, выйди, пожалуйста. Ты что у нас? Увеличение шансов, конечно. Так, это перековка. Хорошо. Тут даже ковать можно. Идеально. Так, ладно. Бочку разбить нельзя. Собственно, давайте пойдем. Кстати, да, я хотел посмотреть пассивные навыки, но... Активные умения. Угу. Их можно будет, скорее всего, выбирать статы. Брон, скорость атаки, шанс крита, силы крита, защита. Реген здоровья, как я и сказал, ну да, особенные. Ман, реген маны. Скорость передвижения, вампиризм. Вампиризма нет, так сказать, прикольная хрень. Ну, скорее всего, вампиризм нам особо не понадобится за мага. Он нам больше нужен будет за воина, за лучника. За мага, скорее. За мага у нас в любом случае это просто так здоровье, или кинец, так что похну. Так, перст на хрена... Погоди, какой, слышь, мирный. Там же написано было, что мирные люди. Вы че? Вы кто, ребята? Зачем вы тут? Почему вы тут? Предатели. Так, ну да, туда не пройти, все, идем тогда дальше. Идем дальше, отойди от меня. Какая-то хрень выпала. Давайте посмотрим, что это за навык. Блин, нифига не видно было. Ага. Этот навык долбит... Как-то странно, он, конечно, долбит вверх. 15 маны. Да, в принципе, все равно. Где противники? Так, можно дальше пройти. Сменить локацию. Да, без проблем. Ползала. Дика местность, уровень 5. Так, житель. Починить, перековать, зачаровать, разочаровать. Ага, починить можно, да? А посох? Левел 6, экипировка. Да, у нас вроде ничего не сломанного нету. Это что? Скорее всего, это какие-то поножи или... Да, перчатки. Хорошо, пускай будут. С тобой что? Хранилище. Ну, блин. Пускай пока так остается. Я... Не знаю. Это банк, да? Продать. Давайте продадим вот это вот. Блин, не могу привыкнуть, что нужно таким образом. Так, это продать, это продать и вот это продать. Все продать. За 16 золотых это прям реально мало. Ставить камни, потом когда-нибудь скрафтить. Тоже нафиг. Магазин Ройсу. Что у нас тут интересного? Меч. Хрень, 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 хрень. Да хрена чего стоит. Шанс крита. Давайте возьмем, почему нет. Вроде как это нам подходит. Да, как все это подойдет. Хорошо. Пригородная зона. Какой уровень? 45. Мать. Даже интересно, что тут есть дальше. Мы не дойдем до такого момента, что у нас что-то ваншотнет. Вниз нельзя пройти. Ладно, в принципе, у нас сейчас открыто три локации, но в первую локацию вряд ли мы будем возвращаться, потому что нету смысла. Давайте тогда сюда мы тоже не пойдем, потому что 45-е враги. Это просто не для нас. Кстати, вот это что значит? Персонаж, статистика, промокод, магазин, настройки, почта, город. Настройки. Музыка. Давайте потише ее сделаем, хотя бы на полтос. Управление. Джойстик, стрелочки. И в чем разница? Ага. Ну, блин, это, конечно, прикольно, но пускай лучше будут стрелки и переставить кнопки. Вот эти вот немножко сюда сделаем, все. Сбросить нет. Остается другое. Что у нас другое? Какая камера с передним лицом? Серьезно? И как это работает? Чертова знает, как это работает, поэтому просто пока что вырубим. А, я понял, короче. Каждый раз, когда мы разворачиваемся, у нас поворачивается это ползовой уровень 5. Сменить локацию. Тут локации, конечно. Хотя, может, это просто домики, они не считают, как из локации. Есть тюбюль замка. Ну, да, да, да. Ползовой ночной лес. Короче, понятно. Да, локации тут до хера. И, знаете, я хочу походить по этим всем локациям, посмотреть, что тут есть. Сложность нормальная, невозможная. В особенности локации урон врагов плюс 1000 здоровья врагов. Давайте оставим пока что... Пока что мы оставим нормальную. Но, в любом случае, побегаем еще по этой игре, потому что... Блин, это интересно. Так, опять эта хрень. Гордных, а мне да плевать. Так, враги. Ни хера, ни хера, слышишь? Ребята, аккуратней. Ну, че, ребята? Не, не подходите ко мне нахер. Меня сейчас убьют. Отошел. И вот этот навык, конечно, очень неудобный. Как-то вверх херачит. Вы понимаете, о чем я. Так, подобрать это все, это что? Сапфир тоже подобрать. Так, ну, в принципе, мы сильнее становимся, в любом случае. Так что прокачиваемся и становимся сильнее. И будем убить сильнее. А пока что вы нахер отошли от меня, да? И ловите. По 30 опыта. Что это? Ага, это какой-то стан от него. Ну, хорошо, я тебя понял, друг. Блин, зря я покупал эту хрень, потому что вот мы ее бесплатно выбили. Ладно, бывает такое. Блядь, не видим, как какая-то. Слушайте, а он больно долбит. Так, давайте вы не будете ко мне подходить. Так, отходим назад. Долбим. Восьмый уровень, блин, а как-то слабенько, слабенько. Сейчас сумка заполнится. Нужно, получается, после каждой локации возвращаться в город. Так, запоги, кстати. Сапогов у нас нету, блин. Никак не могу привыкнуть к этой херне. Колчан. Так, ладно, давайте посмотрим, что это у нас. Урон 8, урон 4. Ставим по-любому. Так, Колчан, закройся. Ты что у нас? На рукавнике. Защита. Нет, оставлю пока... Оставлю свои, потому что мне больше нравится. Шанс крита 13, а у тебя 14. И плюс еще щелка это. Ладно, оставляем. Странно, конечно, что зеленый шмот лучше синего шмота. Но пускай будет. Вот, блин, вот это я, конечно, неудачно спрыгнул, но да ладно. Можно их закидать отсюда. Не попал. А, вообще, в принципе, можно этот навод ПКД просто юзать, потому что мана у нас леньится постоянно. Яблоко какое-то прекрасно. Давайте сейчас эту локацию пройдем и на этом закончим. А дальше уже будем проходить в следующей серии. Да-да, будет в следующей серии. Ну, неудобно немножко. Магом играть. Надеюсь, мне дадут потом заменить этот навык. Так, они, в принципе, до меня допрыгнуть не могут. Ага, хер там. Спокойно допрыгивают. Разошлись все. Так, летучие крысы. А ты что, одинокий такой? Главное, подожду, пока все тут пройдут, а потом пошел в соло. У меня странный человек. Ну, допускай. Нет, конечно, маком прикольно. Он пьет так. Так, вот этот опасник, к нему лучше не подходить. Он ядом может меня... Затравить, кстати, новый уровень. Новый уровень и ничего нового. Жаль. Какой-то новый сапфир. А это рубин уже. Хорошо. Вообще, лучше не делать, как я, и не вспыхать. Опа. Опа, это что? Это что? Это типа босс. Нахер отошел. Ну, что там вообще как-то ни о чем. Так, новые нарукавники. Ну, или перчатки. Тут нарукавников нету. Все, это конец локации. Да. Ночной лес. Прекрасно. Кстати, донат. Давайте посмотрим, что у нас за донат. В принципе, получается... Я не знаю, это в самом начале падают кристаллы с мобов. Будет ли это потом падать? Если будет, то это великолепно. Если не будет, ну, печально. Игра без рекламы. Кстати, я до сих пор так рекламу ни одной не встретил. Хотя мы играем уже сколько? Ну, полчаса где-то. Так, ладно. Тут есть кнопка города. Давайте попробуем. Да, можно. Можно переместиться в город. Да, это другая игра. Уберись отсюда. Перековать, зачаровать. Нам нужно продать. Нам нужно продать. Ну, давайте перед тем, как продать, посмотрим, что это. Шанс критая. Это куда? Нарукавники, да? Да. Так, защита. Шанс крита. Все, по-любому ставим вот эти вот. Они значительно лучше. И, по сути, мы больше ничего не выбили. Нет, шанс крита 15, а у тебя 14. Но тут сил крита. Блин, я даже не знаю. Уровень 5, уровень 6. Давайте, пожалуй, зеленую сферу оставим. Так, яблоко. Яблоко отправляется сюда. Гриб. Гриб тоже сюда. Ты сфера. Ты хрень. Ты что у нас? Реген здоровья плюс 1% 30 секунд. Блин, не туда нажал. Слушайте, а можно как-то отсортировать? А, ну, в принципе, вот сортировка идет по качеству предметов. Ну, блин. Конечно, по качеству предметов это хорошо. Экипировка. Выберите какие-то предметы. Вы хотите, чтобы ваш герой собирал автоматически. Затем выберите диапазон редкости с ползунка. Слушайте, можно поставить, чтобы он автоматически собирал предметы. И не кликать. Это хернёй. Слушайте. Это классно. Это классно. Это прекрасно. Замечательно. Но на данный момент нам ничего из этого не нужно. Поэтому продать. Я не буду заморачиваться сейчас по тому, кто лучше предложит цену. Прочее, прочее, прочее. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, так, так. Всё. Всё. Да, 18 золотых. Но это несерьёзно. Давайте посмотрим. Ставить камни. Вливать. Хотя ставить камни. Посмотрим сейчас. Так, голубые штаны. Что вы даёте? Здоровье, регент здоровья. Неплохо. Очень даже неплохо. Но пока что нас это не интересует. Броня. Регент здоровья, защита. Да я не знаю. Можно, конечно, броню какую-нибудь взять. Чисто, чтобы была. Тем более, давайте, недорого стоит. В принципе, у нас всё ещё нету. Так. И я хотел ещё посмотреть. Вставить камни. Куда мы их вставляем? Большой-большой вопрос. Ты камень. Камень шанса. Увеличивает шанс успешного улучшения. Перековки предмета. Экипировку. Понятно. Короче, нужно выбрать какой-то предмет экипировки. Вставить. И потом вот этими камнями заполнять. Верно? Неверно. Ладно. С этим мы потом разберёмся. А пока что, пока что, пока что. Можно ли тут где-то сохраниться? Либо она сохраняется автоматически? Вот это меня сейчас больше всего интересует. Это выход. Это промокод. Настройки. Центивируем магазин. Персонаж. Персонаж. Открывается просто персонаж. Ладно. Но, походу, сохраниться нельзя. Она должна автоматически сохраняться. Но я сильно в этом сомневаюсь. Посмотрим. С другой стороны. С другой стороны. Ладно. Хрен с этим. Активные умения. Ничего нового не открылось? Нет. Урон 79. Взрыв магмы. Когда это открывается? Скажите мне, пожалуйста. Кстати, тут ещё есть ранги умений. Кстати, автоатака. Я хочу посмотреть. Вооружиться. Огненный шар. Опа. А у меня... Выстрелит. Понятно. Вооружиться. Ну, пускай тогда он будет тут. Да нет, мне не нравится. Тут пускай там постоянно что-нибудь поинтересней. Ладно. С этим всем потом разберёмся. Собственно, на этом всем пока. Вот такая вот игрушка довольно интересная. Но проблема... Вы знаете, один минус. В ней нет никакого сюжета. Хоть бы, знаете, какой-нибудь так маленький сюжетик. Для того, чтобы было понимание, что, для чего, зачем мы это делаем. А так пока что мы просто ходим, бродим, убиваем, собираем, продаем. На этом как-то всё. Но посмотрим, что будет дальше. А на этом, собственно, я с вами прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok